Добрый день, Натя. Добрый день. Решил позвонить. Как-то так. Что-то у меня такое. Что такое пришел? Вот, это я, Петр Ваницын, значит, это самое... Друг из контакта, можно так сказать. Вот. Кто вы такой и откуда? А, это из Москвы, значит, это самое... Занимаюсь издательской деятельностью. Чем занимаетесь? Издательской деятельностью. Издательской? Да. А вы на меня раньше выходили? Я вам ни разу не звонил, но вы у меня в друзьях ВКонтакте. Я ВКонтакте не бываю, там модераторы бывают. Я только бываю на нашем Ютубе, на своем форуме, на сайте и в моем мире. Больше нигде. А, понятно, понятно. То есть у нас и Фейсбук, все у меня там есть. Я не бываю, просто некогда. Понятно, понятно. А это не вы у меня просили разрешение издать книги? Ой, да не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так. Вот, это, в общем, я написал о своем дедушке. Вот книжка, да, такая? Вот, значит. Ну вот мой дедушка. Книга памяти, в общем, здесь вот. Ну, интересно. Вот, сейчас многим просто... Ну, я вообще человек, который просто так любит что-то. То есть вот кому-то что-то отправить, кому-то что-то пожелать приятное. То есть вот как-то так. Вы как-то в стороне, у вас лицо пополам разрезается. Посередине сядьте, вот так вот. У вас с левой стороны, с вашей, сильно светит свет. Ну да, я сижу, то есть если мне... Ну, маленько как-то прикройте, а то так лицо размытое. Ну вот, вот видно, да, что у меня там... Нет, сейчас не видно, сейчас темнота одна. А вы разве себя не видите? Ну ладно, ничего не надо. Так, слушаю, вы что-то хотели узнать? Не, я просто хотел вам позвонить, как бы это самое. Просто добавился, думал, позвониться, звониться как-то. А с какой целью позвонили-то? Ну, просто узнать, как вы там, то есть... Так а вы еще что-то знаете про нас? Ну, как сказать... Ну, знаю, да, у вас там, как бы, посередине... Ну, такое православное, православное, то есть, да. Так а вы на нашем Ютубе бываете, на нашем видеоканале? Ну, иногда, иногда, но не часто. Я вот вчера ролики просматривал. А какие? Ну, значит, вы беседовали, значит, это самое... По поводу Библии, там, это самое... Вот, а, сейчас, сейчас, сейчас... Родноверие, тема была родноверие, вот. Значит, мне очень понравилась вот эта вот тема, как вот вы, значит, как вы воспринимаете это вот. И что еще, значит, с каким-то там... Я не помню, как человека зовут, но он лежал, что-то там, это самое, лежачий какой-то, вот. Ну, плохо себя чувствовал, наверное, вот. Парализованный. Ну, да, 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 да. У нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я нет, 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 пожалуйста, что нет. Ну, я подумал, что вы с каким-то вопросом зашли, что-то вас, может быть, нужно узнать. Вот, я... А, ну, можно вопрос, в принципе, даже задать? Да, если есть у меня такой вопрос. Вот, значит, жена у меня, значит, жила со мной, значит, ушла. Ну, что хочу сказать, значит, вот, если человек молится, например, православному, да, вот, то есть православными молитвами, да, то есть, вот, ну, там, отче наш, там, веру, там, ну, просто, ну, читает утренний, вечерний, все вроде соблюдает, да, вот. Вот, ну, одновременно у него с рядом с иконами стоит, там, вот этот, вот, как у Перун, там, не Перун, что-то вот это вот, да, вот, значит, ну, такой деревянный зверь, и он еще читает молитвы, которые, вот, направлены, вот, к другим, вот этим, вот, родноверским, вот этим, вот, каким-то языческим богам. Это же неправильно. Абсолютно. То есть, ты, получается, ты предаешь Христа, то есть, ты предаешь... Ну, как одновременно, и Богу, и дьяволу. Какое общение у Христа с Вильяром? Павел, пожалуйста, у тьмы со светом. Какое общение? А что-то совершенно ненормальное. Если, говорит, Господь есть Бог, Ему служите. Если Ваал, то Ему служите. Пророк Илья прямо сказал жрецам Ваала. И народу израильскому. Когда, например, вот, телевизор отключал, ну, то есть, у меня получилось так, что... Я увидел, ну, я живу в самом Москве, вот, в Москве, вот. Значит, получилось так, что я обнаружил, что у меня в платежках там, это, за телевизор, то есть, у нас грабеж один идет в Москве. Ну, знаете, наверное, вот. Сейчас все грабят там, это наше правительство, как бы так. Ну, ладно, я ничего против не имею, вот, и решил отключить, отказаться от телевизора, потому что мне хватает, там, значит, вот, Ютуба, там, это самое. Ну, и даже тот же телевизор, да, православный, ты можешь по интернету посмотреть спокойно, да. Я решил отказаться. Только она взяла и ушла, это самое. Ну, я воспринимаю, как уход от мужа, это как уход от... То есть, если ты мужа предаешь, да, вот, если от мужа уходишь, то есть, это же значит, что ты так же и к Христу относишься. То есть, у нас же написано это. То есть, если ты уходишь от мужа, то зачем это все было-то? Ну, ладно, я никого не хочу осуждать, ладно. Так, я хотел спросить тогда, вы-то православный? Я православный, я в храме служил. Так, а с женой-то вы венчаны были? Да, 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 да. Но как же вы венчались с такой, который там языческие статуи ставит? Так как же, куда смотрели-то? Ну, я как бы это самое, думал, поменяется, поменяется, что-то такое. Как, с чего ради поменяется? Это же делается заранее. Когда надо доженить бы, говорит, это... Как говорит Андрей Кураев, говорит, от миссионера я да не могу, то потом женись. Ну, да, да. В жизни тоже бывают ошибки какие-то. Ну, главное, что я знаю, что Господь, Он всегда рядом, Он всегда... То есть, Он всегда... То есть, Он наш путь, истинная жизнь, как Он сказал в Евангелии, да, то есть... Конечно. И Он всегда с нами, то есть, до скончания века. Так а вы священнику-то это говорили? Я священнику говорил, да. И что он? Он говорит ничего, то есть, это самое... Ну, живи, как живешь, тебе и так хорошо. Я говорю, ну, ладно, ладно. Так она куда ушла-то, к другому или просто домой ушла? Нет, ну, она к себе домой, домой. Ну, это еще не до конца, может быть, она одумается? Ну, да, возможно. Ну, вы какой-то ей повод дали такой, чтобы она вас вдруг покинула? Мужчин и так 5 миллионов не хватает, и чего она шикует-то? Об этом Жириновский, он говорит. Ну, да, да. 5 миллионов женщин, которые никогда замуж не выйдут. Кстати, я на выборах даже собираюсь за него голосовать, потому что, на мой взгляд, это единственный человек, который говорит о возврате памяти. Да, вот сейчас у меня тема такая, память. Да, то есть, вот его, даже в Евангелии, там вот, во многих книгах, да, и про, то есть, про основу, то есть, возвращение к памяти, к тому, что было. Да, вот мы, когда вот в храме, да, даже читаем, да, вот это вот все. То есть, мы же вспоминаем то, что было раньше, то есть, то есть, это для нас не прошлое даже, да, а настоящее, которое сейчас. То есть, память, она там, это, и согревает она, и все, она тебя, и расцветает, и ты цветешь благодаря вот этой памяти о том, что было. Вот, еще вот хотел спросить такой момент, значит, вот смотрите, вот что делать, например, вот родная мать, да, все вот забрала из квартиры, ну, мне мама с папой разведены были, да, вот, значит, папа умер, вот, а потом, значит, ну, после развода папа умер, значит, и я, и бабушка умерла, значит, это самое, и мама все, ну, она женилась, значит, вышла замуж за нового мужа, то есть, как бы, ну, женилась, значит, да, вышла замуж, значит, у нее новый муж сейчас, вот, и она, я учился в колледже, вот, на программиста тогда, значит, она, что хочу сказать, она сидела с моей бабушкой, вот, но я же не могу, да, вот, забавшит, когда я учился в колледже, да, и забавшит, то есть, мне было тяжело, вот, еще работал в этом самом, официантом было дело, и потом, значит, сейчас вот, оформил вот квартиру, в которой я сейчас уже нахожусь, да, то есть, я тогда жил по другому адресу у мамы, ну, как бы там, у нас три человека, я, брат там, и мама, вот, ну, брат это от предыдущего ее мужа, вот, и что хочу сказать, значит, когда пришел, у меня квартира здесь, вот она жила со своим новым мужем в моей квартире, да, здесь, вот, где бабушка вот жила, значит, у меня квартира вся была ободранная, обобранная, у меня даже вот была аварийная ситуация, вот, с этой, с канализацией, у меня из труб хлистала вода, вот, ружья пропали огнестрельные дедушки Колина, ну, дедушки моего, он тоже давно умер, то есть, все, ничего нет, мне даже спать негде было, вот, я вот как-то на исповедь тоже пришел, ну, мне больно, то есть, мне больно, когда вот моя мать так делает, да, вроде ты любишь, да, вроде ты все, то есть, стараешься вот думать о них, то есть, и все равно, то есть, как к этому человеку относиться, я к батюшке задал вопрос, говорю, батюшка, что мне делать, подскажите, как, вот, ну, у нас заповедь есть там, да, вот, чти отца и мать, есть такая заповедь, да, то есть, мы ее не должны нарушать, это же заповедь, то есть, закон божий, да, значит, и тем более, по совести мы же должны жить, правильно, то есть, вот, как бы, раньше была совесть у нас, то есть, ну, и сейчас она есть, как бы, я не говорю, что она раньше там была, когда ее, и она перестала быть, ну, и что, значит, и мне батюшка говорит, что, значит, ты просто можешь с ней не общаться вообще, то есть, ты можешь, как бы, я тебе радуюсь, то есть, я даже епископ, он, значит, этого писал, он меня благословил, вот, в Сыктывкар город такой, вот, которого многие осуждают, оскорбляют, там, ну, бывает такое у нас епископов, многих-то поносит, ну, ладно, значит, и что, он уже архиепископ, кстати, да. А вам сколько лет? Мне 23, 23. Вы в армии служили? Я нет, у меня болезнь, вот, болею. А чем болеете? Желочного пузыря нет. И что, в армии уже не берут тогда? Ну, и внутри, у меня много всякого, то есть, много всего. Так, а вы, чего же в городе-то живете отравленным? Надо где-то чистый воздух, чтобы чистая у вас еда была, вам это на пользу пошло бы. Вот, вот я собираюсь, вот, как-нибудь переехать, у меня деревня есть, которую я детство провел, вот, ну, у папы, там, это, то есть, в Тверской губернии, в Тверской области, вот, хочу туда поехать, вот. Мне, ну, тоже многие говорят, типа, зачем здесь вообще быть в этой мерзости, блин, простите. Так, а вы, если приедете в деревню, то у вас где жить там? Ну, у меня, у меня дом есть, там два дома есть, у озера, вот, там монастырь тоже есть. А чем будете заниматься? Ну, я продолжу издательское дело, вот, ну, может, даже в школе буду работать, в школе, там, из школы, то есть. Надо заранее. Жена-то знала, что вы больной? Ну, знала, знала, знала. Значит, она, не то, что вы какое-то открытие сделали после того, как женились? Да не, 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 не. Ну, этот вопрос такой, что молиться надо и смотреть. Если вы туда поедете в деревню, может, для вас это и для здоровья было бы полезно. Сейчас говорят, если в Москве у вас что-то там случится, с канализацией они будут работать. У вас такие будут банды, говорят, у вас пробка только 130 километров будет из Москвы. Ну, специалисты уже подсчитали. Так что, говорят, сейчас надо объединяться, человек 150, чтобы отдельно где-то, ну, и сами себя хотя бы могли обиходить. Надо что-то сельскохозяйственники, какие-то технические культуры там, или, может быть, пшеницу сеять, чтобы свое все было. Мы вот с нуля с новым православной деревню. В 20 лет был пустырь, мы взяли, добились статуса. Сейчас я попробую, может, камеру как-то что-то подожди, вот так, может быть. Вот так, если я подожди сяду, вот как-то вот. Вот так может быть, да, как-то вот. Да, 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 больше не надо ничего. Так, а у вас друзья-то есть, которые вас поддержали бы, верующие, которые с вами единомышленники? Да, 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 и у меня много друзей таких православных, вот. А поехать кто хотел бы с вами туда? Если дома, два дома, тем более, вы могли там не один жить. Ну, у меня преподаватель знакомый, он тоже бросил, вот, он в Подмосковье в ближайшем жил, ну, в Академии работал в Москве, вот, то есть здесь, вот. Ну, потом, что, он это самое, его предали, в общем, просто гадости, о нем наговорили там, гадостей разных. Вот. И он уехал. Из-за того, что ему наговорили гадости? Ну, просто ситуация там, судебное дело даже было, вот. А что, он его не мог выиграть? Из-за этого уезжать, так это конца края не будет, будешь бегать всю жизнь. Надо отстоять, если это истина. Не истина, значит, заплатить, примириться и так. А вы что пьете? Это вам обязательно? Вы пьете сейчас? Вам обязательно это как для здоровья надо или как? Да не, 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 ничего. Ну, тогда не уберите его, я не люблю, когда это вот так расхлябанно говорят и пьют. Вообще не приемлю это. Мы коротенькую жизнь должны прожить очень серьезно, очень серьезно. Потому что завтрашний день не возвратить нам. А он, может быть, как раз и был для того, чтобы мы планку подняли свою. Стремились ко Христу, к благовестию, к помощи ближнему. А если сами себя даже не обиходим, то мы фактически-то ничем не лучше парализованного. Да. А вы слышали такого священника, отец Александр Мень? Да, слышал, слышал, да, слышал. На нашем Ютубе вы найдете там мои беседы с ним. Может быть, было бы полезно. У нас очень большой у нас Ютуб-канал, 10100 роликов по разным-разным направлениям. И Библия начитана, и мной там и Златоуз, Жития Святых, Добротолюбие. Ну и у меня 38 томов книг вышло, и там вопросы и ответы, 4124. Вы на сайт, я вам скину, как поговорим, сайт, не форум, а сайт. И на сайте там вы увидите. Может быть, найдете для себя какой ответ. Это я в университетах вел занятия. Вот, что хотел сейчас просто... Ну, у меня здесь микрофон просто, извините, что так как бы... У меня здесь вот микрофон находится, вот. Ну ладно. Вот. Что хочу сказать, значит. Я вообще занимаюсь вот сейчас вот благодаря многим людям, да, от которых мне тоже посоветовали, занимаюсь вот, думаю, о каком мне направлении, да, развивать, то есть вот это вот. С собой занять. С собой. Три ступени надо пройти. Первая, отвергнись себя. Возьми крест и следуй за мной, и Господь говорит. А кто следует и не отвергся себя, свое я определите, напишите, из чего вы состоите. Ну, конечно, не из рубашки там, а внутренний ваш мир. И от чего нужно отказаться, чтобы быть нам подобным Христу. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это очень, очень непросто. Как Чехов говорил, я раба из себя выжимаю каждый день. По капле. Это борьба. Но если человек родится свыше, это происходит мгновенно. Вот это два главных вопроса надо решить. Родиться свыше и стяжание Духа Святого. Жить в Духе Святом, как Серафим Саровский говорил. Вот два вопроса. И тогда эти вопросы, которые сегодня кажутся важными, они покажутся нам как бы и не бывшими. Вот что хотел у вас спросить. Вы слышали про Годеновский крест? Что за крест? Годеновский. Не знаю, я знаю крест Христов. Я хотел что рассказать. Может, как-нибудь в расчете. В Ярославской области было давным-давно явление на болоте креста. С небес просто. Крест опустился и был явлен. И там и мужской монастырь есть. Это Ярославская область, где Переславль-Залецкий. То есть это не рукописный крест. Он большой достаточно. А тот, что прямо с небес. Ну и что? Дальше-то что? Ну, видели крест дальше-то, что из этого? Это Господь нам не заповедовал. Он говорит, иудеи требуют чудес, а елены ищут мудрости. А мы, мы проповедуем Христа распятого. Хоть тысячу крестов будет. Так надо соответствовать этому. Мы знаем, перед пришествием Христа на небе явится крест тысячи крат ярче солнца. 24 глава Матфея толкует святой блаженный Феофилакт. Это действительно так будет? Ну и что? Даже крест иконы видели. А мне от этого что? Жизнь моя не меняется. Я должен подражать Христу. Определенно и четко. Он говорит, ко мне придите, не куда-то. Все труждающиеся обременены, я успокою вас. Матфея 11.28. Непременно к нему. А это было чудо, не было. Дьявол будет даже огонь с неба не заводить. Так что благодатный огонь он подготавливает к этому, может быть. А как вот вы к мощам относитесь? К мощам? Ну мощи и мощи. Их надо все захоронить с великими почестями. Как Господь заповедал. Прах ты и в прах возвратишься. Ни один святой, я вот насчитывал жития, это 1173 жития. 1173 биографии. И нигде ни один не разрешал отрезать. А умоляли, просили, заклинали не трогать. А может вас спросить можно? Я сейчас закончу эту мысль о кресте. Вот заметьте, одно дело мирянин, просто человек. Ну мирянин это неправильное название, а христианин, рядовой. Другое дело патриарх. И у него близко знакомый, это 1 сентября, по старому стилю, Семен Столпник. Он его рукоположил в пресс-фитер. И когда он умер, он решил от бороды несколько волосинок взять. Раздался гром, и рука у патриарха отсохла. У патриарха не резать мощи. Вот это. Он предложил, и сразу все кончилось. И таких моментов ни один, ни два. Значит, мощи, по сути, Господь еще в раю сказал, прах ты, и не в мощи возвратишься, не в мощевики, но в землю в прах возвратишься. И вот это, когда мощь расчленяет, это прямое противление Богу. Забрать патриарха, там храм Христа Спасителя, все самые лучшие учителя с пением ангельским буквально, и захоронить, как Бог заповедал. Вот что. Тогда у меня следующий вопрос. А как вы относитесь к тому, что сколько же людей пришло к тому, что приносили нас поезд Богородицы был, то есть с Афона, и еще другие святыни в Москву, когда приносились. Как вы к этому относитесь? Тоже что-то неплохо. Вы вопрос задали не от человека, я думаю, вам нужен ответ, а от Бога. Как Бог скажет. Это последняя инстанция. Я вам называю места Святой Библии, откуда это взято? Понятно. Он не говорит, идите к мощам. Он говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. Слышали это? Он говорит, оставьте мертвецам хоронить мертвецов. А когда жены пришли в могилю, он ответил, что ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, ангел, ответили, он воскрес. А тут не только ищут, копают, раскапывают, распиливают. Как это можно назвать-то? Некропильство только. Нам не надо нигде искать ответа, кроме Святой Библии. А там много было. Многие ответят, кажутся за себя. Прах ты и в прах возвратишься. Ни в кресты, ни в зашитые антиминцы. Этого нету нигде. Хотя потом появится в церкви такое учение. Мы считаем это у Симеона Солунского в Новой Скрижале. Это есть. Но тогда были целые мощи. Закладывая новый храм, 7-й Вселенский Собор, 7-е правило. На мощах, чтобы там были мощи святых. То есть мы неразрывно связаны. Тут ничего против нету. Они хоронили их там, где храм есть, и там под храмом хоронили. Это нормально. Но резать в каждом месте, как Андрей Кураев говорит, буквально нанотехнологией занимаются. В каждом храме, чтобы все мощи были. Он обо мне говорит и говорит, Игнатий ничего не придумает. Целые пласты поднял, которые мы забыли. Я специально занимался. Житиями, начитывал. Это все у меня на видеоканале сейчас выставляется ежедневно. Нам надо смотреть, что Бог говорит об этом. Он повелевает так. В прах ты и в прах возвратишься. Это никто не отменял. И не отменит никогда. Вы знаете, где это сказано было? Еще в раю. В раю. И всех хоронили. Древних отцов хоронили. Там пещера Махпела была, где они были. Здесь было. Дальше было ученики. Все были похоронены. Были те, которые очень боялись, что будут резать. Антоний Великий. Его нигде мощей нет. Он видел, что люди уже склонились к этому. И он ушел где-то, заперся в пещере, умер. Больше никто не знает. Например, я хотел что-то сказать. Как же, например, сказания. Как же вот эти вот... То, что мы читаем. Все вот это вот. То есть, как же это все, например. Вот явление, державная икона. Вот что. Богородица там явился. Явление было, значит, говорят. Вот возьми в том-то, в том-то храме, значит, и для поклонения. То есть, явление же происходит как-то. Как это? Я не знаю, как это вот. То, что у нас чудеса с иконами. Там с мощами. То, что вот это вот все благоухает как-то. Как это вот? Я не знаю. Слушайте внимательно. Я вам могу, если нужно было. Если записывать будете, я вам буду называть места, где надо считать. Вам надо это или нет? Ну, можно, наверное, да. Ну, берите ручку-карандаш. Сейчас я вам буду прямо засчитывать. Откуда взято? Потому что, когда ничего человек не записывает, это... Кирилл и Японий говорили, это вилами, говорит, по воде. Я записываю, вот. Вот сейчас мы посмотрим. Как оно вложится тогда? Так. Господи, помилуй, благослови. Записывайте. Комсомольская правда, газета. 19 марта 2003 года. Это можете в любой библиотеке подшивку взять. Страница 18 и 19. Повторите, что записали? Вот. Комсомольская правда, 19 марта 2003 года, страница 18 и 19. Заголовок начинается так. Почему мироточат иконы? Это ваш вопрос. Бог или дьявол подает знаки? Кавычка закрыта. Почему мироточат иконы? Точка. Бог или дьявол подает знаки? То есть, этот вопрос уже возник. Ну, а дальше я буду считать, а вы потом восстановите. Этот ролик вы увидите. Создана в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви. В состав комиссии входят священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки. Сопредседатели комиссии. Архимандрит Иоанн Экономцев. Это все назначено от патриархии. Ректор Российского православного университета. И Павел Флоренский, профессор геологии Московской геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопросы корреспондента. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. А-то характеристику дают люди. Какого звания-то? Назначенная патриархия, я думаю, не без синода тут. И Бог как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Это не я говорю. Мироточение икон может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире кто-то просто издевается над нашими священниками. Точка. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Кавычки закрыты. Полный ответ получили. Это комиссия назначена. Геологи, профессора, священники, архимандриты. И вот ответ такой пришел. Не демоны ли все это делают? И когда вопреки Слову Божию? Вы что, что я сказал, проверить можете. Сходите в библиотеку, а там всегда газеты подшитые есть. А кроме того, если вы в Москве живете, вы можете Павла Флоренского, Иоанна Экономцева найти, сопредседателя комиссии. Спросите, ректор Российского православного университета Иоанн Экономцев живой? Где он? И с ним поговорить. Скажите, это ваша статья? Возьмите, что написали. И когда вы узнаете, что действительно так, они все исследовали, там были и химики, и биологи, и физики, то искать не надо, руками махать. Это конкретно люди работали с микроскопами, с верою, с богослужением. Вот ответ. Да. Вы больше никогда к этому вопросу не подходите по-другому. Он уже дан. Вот как сейчас люди сильно боятся 666, ИНН, новые паспорта, пластиковые карты. Вы знаете, люди боятся паспорта новые получать. В священном начале русской православной церкви московского патриархата ответила. Это никакого значения не имеет к нашей вере. Это просто знаки, которые помогают легко считывать. Сколько людей заблудилось. И нам не надо гадать, когда уже все отвечено. Когда антихрист придет, тогда будет начертание. Его еще нет, а уже люди лет, наверное, сто боятся паспортов. Ну, что это такое? Бояться надо Бога, бояться греха, чтобы не делать его. А как вы относитесь к человеку, к такому вот жил старец, Николаю Гурьянов? Да. Николаю Гурьянов, что дальше-то? Ну, как вот вы относитесь к этому? Да я никак не отношусь к нему, я не встречался. Я каждое слово должен проверять по Библии. Запишите, я скажу где. Евангелие от Иоанна. Иоанн. 12 глава, двоеточие, 48 стих. Через двоеточие всегда отмечаете. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, слово, оно будет судить вас в последний день. Я просчитал это 55 лет назад, первый раз. Я не имел Евангелия. Я понял, все остальное сгорит из земля и все, что на ней, как Петр говорит. А теперь ни Гурьяновых, никого не будет. Я и Бог друг против друга. Слово, которое он говорил, оно будет судить. А раз оно будет судить, значит, я по нему должен жить. Вот. А как же действие, вот, человек делает дела, то есть, милосердие, это же дело, да? Вы сейчас слышали, что надо все теперь в нашей жизни свести к тому, чтобы, Господь говорит, любите меня, соблюдите слово моё, а любовь на первом месте. Не то, что если любишь меня, пойди к Гурьянову или пойди к Крестьянкину. Нет. Соблюдите слово, не надо куда ходить, от моря до моря. Слово, которое я дал, оно вас научит. И вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил, ибо все будут иметь помазание. Евангелист Иоанн пишет. Зачем же он это пишет? А там нравственности относятся. Это не догматика. Догматика, нехео царьградский символ, вера, церковь поётся, вера во единого Бога Отца. Нам не надо придумать ничего. У нас каноны, книга правил. Семь вселенских, девять поместных соборов. Учение, там тринадцать святых отцов. Правила Василия Великого. Их никто не отменял. Это сегодня придумали экономия. Это ложь. Шестой вселенский собор, второе правило говорит, это изрекли трубы Духа Святого. А сегодня какой-то там один попик и начинает куражиться. А на вселенских соборах, вместе взятых, более полутора тысяч было епископов. Из них многие были канонизированы, как Николай, чудотворец, Мерликийский, Спиридон, председатели были соборов. Нам не надо ничего искать. Православные, самые богатые люди в мире и в то же время самые бедные. Всё засургущили, запечатали и не знают где. Раскройте это всё. Сердце приготовьте. Нам не надо толковать Писание. Оно растолковано. Это еретики, сектанты, баптисты, адвентисты. Они толкуют. Маня, Ваня. Нам не надо это. Вот творение святого Иоанна Златоуса. 12 томов. Я их насчитал, они у меня в аудио выставляются. Это я ещё до первого ареста их насчитал. А сегодня мы нашлись люди грамотные. Они сумели перевести это как отдельными файлами. Я каждый день выставляю. Это 12 томов. Толкование. Вот у нас вышло, Господь мне позволил издать блаженного филакта в трёх томах. Толкование от Матьпея вместе с откровением. Это впервые за 2000 лет вышел вот такой труд. По всем святым отцам. И кроме того, мы раскрасили 230 гравюр Густава Даре. Это всё в книгах. Эти книги видели даже в библиотеке у Путина. Я подарил и Медведеву, патриарху. У нас была миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. Мы проехали. И везде 600 городов посетили. Дарил 38 томов, которые у меня вышли. Туда люди, чтобы путь знали. Так что это не два слова каких-то. Мы прошли Скандинавию, Прибалтику и Север. Для Бога всё. Это благодать Божия. Человеку-то невозможно сделать было. Вот я вам скину материалы. Вы всё это будете иметь. Ладно, благодарю вас. Спасибо. Как только кончим говорить, я сразу внизу сброшу вам. Хорошо, хорошо. Какой порядок, если у вас большая какая-то нужда будет выйти по скайпу, вы тогда выйдете. Там определённое правило, чтобы у вас всё было готово и не было противоречий. Вы спрашиваете вопрос, я отмещаю. Я делаю ссылку. Уже не верите ни вы, ни мне. Вот я же вы скажете, а я верю, там мироточения все. Ну вот теперь разговариваю. Комиссия, которая назначила патриархия, по благословению патриарха, и мы её отвергать будем, а свои мысли будем вперёд. Ну как это выглядит-то будет? Не слишком немного на себя брать. Прежде чем, ничего не надо говорить. Оно по Писанию всё сходится. Прах-то и в прах возвратишься. Всё. Тогда почему-то непонятно. А почему-то новых святых признают. Почему патриархия... Можно я договорюсь сейчас, пожалуйста? Почему, смотрите, почему-то патриархия признаёт новых святых, мощи признают. То есть они получают несопоставимо как-то. Как-то не знаю. Ну вы услышали. То есть если вот это вот они в комсомолке там пишут, да, вот это вот, то есть вот что комиссия там, вот это вот всё, комиссия, да, то почему сейчас признаются новые святые, новые мощи? Если они... Если они говорят тут совсем противоположные этому. Да потому что идут не знаю зачем. Вы знаете Осипова профессора Алексея Ильича? Ну да. Что он там говорит о мощах и о Матроне-то? Какие там пишут томаты? И пишут только о земном. Как будто до Матроны царство небеса никто не знал-то. Ну люди-то Бога-то не знают. И что бы на них... Вы как будто бы какая-то... Ну новость для вас это. Я же что сказал, придумал-то. Ну а как? Матроны не было ни в первом, ни в втором веке. Кто спасался? Что-то затеяли. Матрону, Матрона. Она жила и умерла. Она своё получит. Что она могла сказать слепая? Я вам говорю, что нужно читать. Каноны, святых отцов. Считайте Иеронима Стридонского, Блаженного Августина, Василия Великого, Григория Богослова, Ефрема Сирина. Нам зачем искать чего-то, Матроны, когда ничего она может и не знала? Первое послание к Коринфянам. Запишите. Это ответ вам. Первое к Коринфянам. Четвёртая глава, пятый стих. Не судите никак прежде времени. Да коли не придёт Господь и не осветит сокрытые во мраке, и тогда похвала будет каждому. Ни анапимы, ни прославление этих не позволяет Павел делать. Мы можем ошибаться. Бог судит, написано, помышление и намерение сердечное. А это всё подыгрывает тёмной массе. Народ невежественный. Вот они показали тупой и невежественный. Так вы его просветите. Повторяю, что свидетели Иегова, их правильно назвать свидетели Соржой у башни, они на своих никогда не скажут, что тупые. Они ими занимаются. Смотрите, патриарх проехал север весь и говорит, север потерян. Духовные развалины. Я, говорит, посылаю монаха, он говорит, там кислорода мало. Я говорю, какой у тебя кислород, когда ты монах? Ты отрёкся от себя. Это патриарх Кирилл говорит. Самоотвержения нету. Тебя Бог посылает. Иди и проповедуй Евангелие. Христос не сказал, мощь с собой набери там и мешок и носи. Нет. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Это последний наказ перед Вознесением. Всё. Считаем Деяния апостолов, 8 глава, 4 стих. Запишите. Деяние 8, 4. Когда было сильное гонение, внутри города Иерусалима стала самая сильная гвардия, апостолы. А рассеявшиеся, простые, были разбросаны, как угли костра. И написано, ходили, рассеявшиеся, и благовествовали. Жены, мужья, дети, все. Почему пламя евангельской веры так вспыхнуло по всему Востоку? А если бы сидели, кажется, с мощами, то и что было? Их никто не знал, мы нигде не считаем, чтобы только так рассуждали. Пример, да? А кто примером может быть? Те, которые проповедовали вам Евангелие. Взирая на кончину жизни, подражайте вере их. Евреям 7 глава мы считаем. Павел говорит. Другого нету. Дмитрий Ростовский, чудотворец, он взял это эпиграфом к 12 томам, которые он написал, «Жития святых». Нет нигде повеления Божие, чтобы мы с мертвецами на кладбище сидели. Нет. Идите и проповедуйте. Вот бесноватый. Его все боятся. Но встреча произошла, Господь его исцелил. И он просится, «Господи, я с тобой пойду». Он говорит, «Иди домой и возвести, что с тобой Бог сделал». Ну, я думал, не больше двух-трех часов был-то. И уже проповедник готовый, миссионер. Иди и проповедуй. И он написан, «И не домой пошел, а пошел по городу попутно». Вот как зажегся огнем Духа Святого. А тут я в церкви работаю. Работаешь, и просто, если ты в церкви, ты должен с метильником быть на вершине горы. Вот тут я гляжу, вы юноша, и длинный волос. Зачем он вам такой волос? Мужчина, если расти длинный волос, это бесчастье для него. Ты услышал, сразу укороти их до сантиметра, до двух. Вот привычка. А Господь повелевает прямо. Павел говорит, если муж растит волосы, это бесчастье. Подожди, подожди, подожди. У вас длинные волосы? А как говорите? У вас у самого длинные волосы? Нету длинных волос. А, понятно. Нету. А почему тогда у Христа были длинные волосы? Это рисуют. Это рисуют только. А с чего взяли-то? Что она длинная у него волосы-то? Бесчастье написано. Бесчастье. Что, Христос бесчестный был? Ну, давайте. Это первое послание Коринфяна. Апостол Павел пишет. Просто, ну, как бы я хочу быть таким, ну, что-то взять от отца, вот, потому что он много для меня значит. Вот. Вы видели, посмотрите, иконы Ян Златоус. Он подстрижен под бокс. Иконы, подойдите, Ян Златоус. Это волосы стали растить уже перед самым Яном Кронштадтским. Этого не было. Этого не знали даже совершенно. Считаем мы Иларион Великий, вот с именем Великий, Василий Великий. Всего было только 17 человек. Иларион Великий говорит, монахи сами себе остригали волосы каждый год. Остригали. Это жития святых, говорит. Если бы я вам что-то прочитал, тогда бы сказали, да мало ли что. Это жития святых. Тут надо остановиться. И оно не против Слова Божия. Женщина растит волосы, для нее честь. А сегодня бороду сбреет, а волосы отпускает. Бороды не должен касаться никогда. Ни под каким видом. Я вам скину материалы, там обродобрите, обо всем. Моя книга в сайте, писала о православии. Вы не только нажмете, и пойдут оглавление книги. Я 40 лет на нее потратил. Все вопросы по библиотекам, везде приходилось собирать по крупицам. Академии, все там профессора мне помогали, кто мог. А как вы выше на меня? Да я это самое, очень даже, вы же у меня в друзьях ВКонтакте, вот я так и нашел вас в Скайпе. Я не знаю, не бываю вообще, и кто друзья, не знаю. Мне не нравится эта система. Мой мир, Mail.ru, вот эта система, она все превышает. А то в Фейсбуке у меня есть, там в Твиттере, у меня везде есть страницы. я хочу что сказать, вот у вас даже ВКонтакте фотографии, например, даже священников с длинными волосами. Правильно, это модераторы ставят, модераторы. Это модераторы, я там не бываю. Я вообще там не бываю. Подожди, у вас в принципе как бы волосы, это такие длинные, я бы сказал. Ну, длинные волосы, они не нужны. Нет. Я знаю график из священников. Ладно, ладно. Это все, это все, конечно. Конечно, как будто ничего не значит. Но зачем Павел об этом пишет? Пусть бы на другом написал, крестить, не крестить детей. А он говорит о волосах. И значит, это имеет значение, и он был... Вот, кстати, вот вы что-то тоже смотрел, что-то вы говорили, что с крещением, да, то есть там сейчас крестят сейчас по-разному, типа там капли, как бы как-то сказали, капли тем, типа достаточно, капли там это, сейчас типа так, да, крестят? Но хочу что сказать. Вот смотрите, идут боевые действия. Например, Великая Отечная война, да, вспомним. Великая Отечная война. Во время боевых действий в пустыне, как крестить? Как? Ну никак, найти до реку и дойти как. Ну, допустим, ты в пустыне захотел пить, что, песок жевать будешь? Что за вопрос? Может, и буду. Да не будешь, сразу горло забьется и умерешь. Не будешь. Это ведомка поповская, дурь, дурь католическая. Это оттуда все с Украины ползет. 50-й апостол, как правило, 50-й апостол. А Христос, помните, помните, что Христос, значит, как в пустыне, он спасал Духу Святую. Он в Ярдане крестился. Владимир крестил где? В стакане воды? Капли воды нет. В Днепре, крещатик. Посмотрите, явление Христа народа Иванова, когда изображена картина. 40 лет потрачено на нее. В конечном, еще ли Го будет фрить москва. Сейчас все должны в реках крестить? Сейчас все должны в реках, что ли, крестить? А вы как думали, где в чашке? Вы сейчас за вопрос? Не, 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 ну вас лично где крестили? А вас где крестили? Где? В полное погружение? В полное погружение? Или в баптистерии? Я спрашиваю, вас где крестили? Вас конкретно? Я говорю, в баптистерии, в баптистерии называется. Это говорит патриарх Алексей II. Я вышлю материал, и он говорит, где нет полного погружения, не крестите. Патриарх говорит. А дальше говорит, каких бандитов напринимали в церковь? Вот это характеристика. Бандиты. А апостол Павел, 20 глава, 29 стих, деяние апостолов, говорит, волки лютые, нещадящие стадо, говорить будут превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Это что, мимо прошло? Запишите деяние апостолов. Деяние. 20 глава, 29 стих. 20, двоеточие, 29. Когда я разойдемся, и я еще говорю, скину материалы, в сайте только зайдите, и там на первой странице заглавная книга «К истинному православию». Это моя книга. И вы там найдете все ответы. У вас начинать надо просто с нуля. 50-е апостольское правило гласит так. Аще, епископ или пресмитер крестит не в полное погружение, да будет извержен. То есть, сана лишается. Их сегодня, по этому правилу, сегодня 90% священников надо выкидывать. Они весь народ испортили. Венчают, а венец сзади держат, ходят сзади держат. А на голове-то не бывает. Это обман. Почему? Почему? У меня, например, был венец на голове. У вас было. Так, посмотрите, везде-то было. Это не везде. Кое-где крестят полное погружение кое-где. Еще, говорю, патриарх Алексей II, Риддигер, говорит, где нет полного погружения, не креститесь. Найдите, где есть полное погружение. Да, да. Ответ на половину правильно. Он должен сказать, найти, где крестят неполное погружение, предупредить, и через неделю я их сам сниму. Сейчас же собрать сенат и все перевернуть все назад. Зачем по-католически живете? Зачем бреетесь, как Папа Римский? 80 лет, как яйцо куриное. Посмотри на наши иконы. Все апостолы, святые отцы, все с бородами. Ни одного безбородого не найдете. Тут что доказывать-то? Полное погружение. Христос на Иордании крестится. Вот мы считаем, восьмая глава деяния апостолов. Филипп едет и евнух. Он говорит, а что препятствует креститься? Вот вода. И написано, оба сошли в воду. А почему он на берегу бы стоял, а на него плескал водой? И оба сошли в воду. Это что, мимо нас прошло? Как Павел Олепский об этом описывает, как крестились, как люди преображались, всегда в полное троекратное погружение с головой. Вот у нас после 7 июля, у нас здесь мы деревню православную строим, все, то полное погружение. К нам приезжают архимандриты, священники, принимают крещение, уезжают и дальше служат. Они поняли, они не погруженные. Тут приезжал председатель миссионерского отдела из Томска, принял крещение и вернулся. Не было крещения, это обман. Никакого перекрещивания нету, обман. А то по пустыне шли, и вот там еврей заболел, монахи его крестили. Вы слышали эту басню? Это написано в Духовном Луге, 186-я страница. И когда они пришли к Дионисию, епископ, он говорит, не выдумывайте, песочники, идите и крестите на Иордане. Дальше-то они почему не читают-то? Вы читаете дальше-то? А монахи-то они дуряком его взяли, песком присыпали, только что не зарыли. Это не выдумка. Они вырывают из контекста отдельное слово и на нем настаивают. Да если так брать, так и Бога нету. 13-й Псалом, 52-й, говорит, сказал безумие сердца своим, нет Бога. Вот это безумие отбрось, а оставь, нет Бога. Библия говорит, нет Бога. Но это может только лукавый человек так думать. И вот эту коросту-то сдерить из себя, как Солженицын, Александр Исаевич, говорит, по хребту-то. Тогда, говорит, все откроется. И бельмота с глаз Господь снимет. Все будем видеть. Он говорит, помажь глазной мазью. Глаза твои, чтобы видеть срамоту свою. Люди даже не видят и не понимают. Повторяю, патриарх Алексей II говорит, каких бандитов напринимали в церковь. Когда Христос говорит, посылаю вас как овец среди волков. Вы слышали это? А кто такие волки? Кого он имел в виду? Как овец среди волков. Овцами назвал апостолов. А кто волки? Те, кто предали. Иудеи. Коммунисты. Фашисты. Безбожники. Запомните, волки. Но когда говорит о священниках, 20-я глава, сейчас мы записали, Диане Апостоле, он говорит, из вас восстанут лютые волки. Лютые, то есть бешеные. Они только отстреливаются. Когда Дина, дочь Иакова, вышла, ее сносилищил там один, сихим, сын Мемора, и написано, она была обесчещена. То есть она уже не девушка, обесчещена. И они вырезали весь город. Но когда у Давыдовых слуг, это Нас умер, Амнон его сын, над ними насмехался, над слугами Давида, и наполовину бороды обрел, наполовину, и одежду обрезал. А они были очень обесчещены. Там изнасилована, обесчещена, а здесь очень. То есть, когда человек портит бороду, он хуже изнасилования делает. Сам себе. Мужеложник. Содомит. Вот Библия как смотрит. И поэтому бриту выбросить сегодня же, у кого она есть. Да. Притом, я ничего вам не прибавляю. Так всегда было. Это называется блудодейная ересь. Сейчас мужики-то подкаблучники. Что баба скажет, то и командует. И что баба ушла куда-то за 1300 лет. Ни у одного мусульманина этого не было. Они в руках их держат. А здесь баба раз, хвостом махнула, и нету. Как же так? То есть, она вас не увидела мужа твердого. Жириновский об этом говорит. Он уж такой, как его зовут, клоун там, при царе шутом работает. Но и он понимает это. Подкаблучники сегодня. Он все по ее прихоти делает. Ты сказал слово, и чтобы она ни одного слова в отбреки не могла сказать. Ты муж, глава, а она тело. Ну, то есть, получается, не воспринимает как мужа. То есть, как-то так. Это уже другой вопрос. Зачем же ты такое брал? Не воспринимает. Она до этого должна была знать за мужем, за. За мужем, за мужем. Сзади. Какое, интересно, если у вас пять талантов, пять, то у жены ноль. Если она свое место занимает, то сзади она стоит, и получается пятьдесят. Но если она вперед пятерки залазит, то получится ноль целых пятьдесятых. Математически доказано. Мужчина, подкаблучник, он никто, самый зловредный. Из-за него мир погиб. Дала ему, и Адам ел. И умерло уже сто миллиардов людей. И умирает, и умирает дальше, да, сейчас. Да, это самый первый подкаблучник. Соломон, жен набрал сколько? Тысячу. Нужны ему триста жен и семьсот наложниц. Я теперь, идолы всех затащил в Иерусалим. Безумие своем потерял славу свою, как об этом пишет Иисус Серахов. Муж, слово его твердо. Она даже написала письмо. Не имеет права послать. Пока ты не прочитаешь, аминь не поставишь. А так, ну что это? Это, кстати, не муж никакой. Какой муж? Так только, до постели. Вздумала, пришла, вздумала, ушла. Тут не поможешь. Начинать надо с себя. Она просто, она не поняла, кто с ней. Она знает, муж, это защита, это стена, скала. Она полностью защищена. Все у ней есть. Ее задача рожать детей. Любая мусульманка знает родить семь сыновей для Аллаха. А здесь аборты делает, предохранительные средства. Да зачем нам нужна скверна такая? 18 тысяч абортов каждый день делают. За время перестройки 120 миллионов убили. Это государство. Людоедское. Почему Ранзам Кадыров сумел у себя закон провести? И никто против даже не говорит. Рамзан Кадыров установил в Чечне аборт и преступление уголовное. Он ввел закон. Рамзан Кадыров. Да что, неужели наша вера православная, христианская, ниже мусульманской? Они на шесть столетий позже нас пришли. У нас спаситель Христос, не просто Иса Пророк. А у них на десятом месте Христос. Ну да. Что сказали? Я говорю, а у них на десятом месте Христос. Ну да. Какой-то маленький там букашка какая-то. Ну если на наш зайдете, вы увидите, как я в доме Мулы проповедую. В доме Мулы. Угу. Это записи. В мечети проповедую. В мечети у них трудно поверить. Это Бог открывает. Это не мое. У меня нет образования никакого. Я просто технарь. Строительный техникум, там, мореходка. Это пустое все. Я не в семинаре, нигде не был. Но я учился пятьдесят лет у ног Христа. День и ночь. С Богом очень нелегко. Вас как звать-то? Петр, Петр. Петр. Да почему ты так, это, Петр? Камень. Ты же камень должен быть. Да ты скала. Оправдай свое имя-то. Да. Петр, ничего себе. Я думал, с каким-нибудь ванифатием говорю. Так что, Петр, давай. Начинаю с молитвы. Пост и молитва. Сейчас великий пост идет. Усиль пост. Попросил священника благословения. Два дня, три, в рот не пить, не есть. Посмотри, что будет. Вот. Мне семьдесят восемь лет будет в июне. Вот, семьдесят восемь. Я еще ни одной таблетки не съел. Так я где прошел? Какие тюрьмы? Что у меня не было? За проповедь меня сажали. Руки выключены. Весь меня. Двадцать шесть лет психиатрия только мучила. И все при мне осталось. Они ничего не могли сделать. Я создатель православного лагеря. Одного в стране он и был. Сорок пять лет его начальник был. Сколько уголовных дел возводили. Ни одно не исполнилось. Все процессы выиграл. Почему? Бог. Начальство там такой генералитет. Всех за меня подняли. И прокурор края, и Москва там поднялись. И все. Как говорят, сдохла собака за хвост, за в яму. Бог дал жизнь. Ее надо прожить интересно, красиво. Даже в бедности. Никогда не роптать, никому не завидовать. То, что ушла, это лучше сто раз, чем вдвоем-то. Такая жена зачем тебе нужна? Ты сейчас укрепись. Я просто вот, знаете, я вот когда сейчас, у меня мозги встали на место, да, уже когда-то, стал сейчас один, вот, смотрю сейчас многих людей, вот, но общаюсь там тоже с батюшками, да, вот, говорят, Петя, зачем тебе вообще с ней надо быть? То есть, то есть, нет, а знаете, с чего началось? То есть, почему так вообще все произошло? То есть, ну, родноверие, ладно, ну, то есть, ну, верят там, вот как, некоторые даже православные с мусульманами живут, ну, нормально живут, вот, просто понимаете, когда гадость о тебе, ну, ни за что, да, вот, живете, ну, она живет у меня, это в моей квартире, да, то есть, ну, живешь ты с мужем, живешь, ну, зачем ты гадость о нем пишешь, там, с мамой она там, переговаривалась, да, и у себя там на стене ВКонтакте вообще гадости пишешь, просто вот, ни за что. Я ей сказал, говорю, вот, скажи, пожалуйста, еще, значит, всем моим друзьям, то есть, у меня друзья, у меня больше 300 друзей, которых я, ну, дорожил друзьями, да, то есть, вот, ну, то есть, берут и заблокируют меня, просто я не могу больше им написать. Да зачем вам нужны такие друзья-то, Петр? Ну, какие же это друзья вас блокируют? И блокируют, вот. Это, наоборот, я ей так показываю, скажи, что это такое? Она говорит, ну, я, типа, правду в кавычках написала, я правду написала, то есть, о себе. Я говорю, ну, понимаешь, что мне не надо вот этого вот такого? Ну, ладно, об этом не будем говорить. Да, да, это все. Главное, что, возвысь себя перед Богом, смирением. Я принимаю, Господи. Павел говорит, хорошо остаться одному. Женатый заботится, как угодить жене, они же... Подкаблучник, подкаблучник, да, вот. А не женатый, как угодить Богу? Вот здорово-то как. Ну да, я согласен. Она тебе сейчас не гадит, ничего нету. Какие это друзья? Настоящие друзья у вас будут? Может быть, мы с вами еще будем друзьями? А через нас вы зайдете, да у вас сразу тысячи друзей появятся в один день сегодня. Спасибо. У меня... Ну, я вам говорю, ролик... Самое главное, вот я считаю, самое главное, за что мы должны быть благодарны, может, мы тоже со мной согласились, что это память. То есть, память о прошлом и о настоящем. То есть, и о настоящем, но о Боге. То есть, о Боге память. То есть, вот это вот все. где это написано? Запишите. Я скажу. Где эти слова, да? Первая коринфян. Она не по-другому маленько, но я понял вас. Первая коринфян, цифра один, а потом кор. Первая коринфян. Десятая глава. Десятая. Шестой, двоеточие. Шестой, а потом запятая одиннадцатый. Два стиха. Ага, Он перечисляет самые страшные истории и говорит, это были образы для нас. То есть, памятью туда. Чтобы мы не были походливы на злое, как они походливы были. Это память. Но память имели. Именно это он имеет в виду память. Это не то общество, которое Василий имел, Дмитрий Дмитриевич. Угу. Хорошо. Вы просчитаете это все. Вы на нашем сайте, когда зайдете и увидите, у меня там 55 папок. Вы в них найдете ответ. Это я в пяти университетах вел занятия, три радиопрограммы вел, десятки школ. То есть, воинские счастья. Нельзя найти завода паблики, где бы я не проповедовал. И вопросы эти были собраны. Мне подавали, я на них отвечал, а потом высшие книги вот эти. Каждая книга 752 страницы. Да. Еще раз, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Вы найдете ответ. Да, спасибо. Я как-то приезжал в Москву, ко мне ночью тайно пришли три епископа. Епископ, разрешить вопросы свои. Да, да, да. Это Бог так делает. Еще раз повторяю. Ну, Андрей Кураев у меня приезжал, книги взял. Андрей Кураев. Вот я сижу, здесь он был. Он как-то выступал в каком-то, я не знаю, где людей не видно, но слышно. И он вопрос задал, кто самый знаменитый, там, великий миссионер. И вдруг меня называют. А какой я? Ну, и сразу пришел один, на меня вышел, он преподаватель в университете, государственном, и в академии. И ведет курсы при епархии, метрополии. Вы увидите его, Соболев Юрий. Вот вчера только мы с ним беседовали, и этот ролик стоит у нас на нашем видеоканале. Понимаете? Вы когда один раз прослушаете, там мы речь ведем, он задал мне вопрос, и я отвечаю об ересях. Почему ереся так распространяются? Какая причина, как возникают? Вот это. Ну, тоже интересная тема, да. Ну, представьте, что у меня роликов 10100. А много ли мало? Ну, Осипов 1700. 1700. Не то, что много. А у Андрея Кураева, там, я не знаю, у него где-то 260, что ли. У меня каждый день выставляется 10 роликов. Один, это я насчитал Библию. Вы можете легко слушать ее. А один, златоуз, жития, добротолюбие. То есть, у нас сайт богатейший, такого нету. И видеоканал, такого тоже нету, мировой сети. Это не счет. А фотографии, 21 тысяча фотографий. Наши, не чужие. Я чужие вообще не беру. Вот, спасибо вам еще раз огромное. Сколько нынче пришло у нас из сектантов в православие, они стали священниками в моем доме. Еврей пришел. Дальше, следователь КГБ, я буду перечислять кого. Они сейчас все священники. Один из мармоэтов пришел, вот, он немец. И сейчас он доктор богословия в патриархии в Абакане. Вы зарядите. Геннадий Фаст, запишите. Менонит. Геннадий Фаст. И там запишите о рождении свыше. Вы, когда найдете на его канал, вы увидите, что это за человек. Он был бывший преподаватель Тумского университета. И один раз мы только встретились в моем доме, и он сразу принял православие. Пошел к крещению, принял с полным погружением. Троекратным. Ну и закончил семинарию, академию. Там магистром был. Сейчас он доктор богословия. Я хотел еще спросить, например, если вот в детстве было такое дело, я окунулся вот с полным погружением в Казанский источник. Было очень холодно. Ну, это где Дивеево, там вот Казанский источник. Вот это считается тоже крещением, да? Нет, нет, нет. Это никакого... Это вред один принесли. Вы могли простыть и умереть. Об этом очень хорошо епископ Евтихий говорит. Булгаков об этом писал. Не надо этих купаний. Это источник считает особые сакральные молитвы, отречение отдел сатаны. Я знаю, где крестятся. У нас... Вот ко мне зашли и говорят, ну нет, далеко ехать как? Поехали на Афон. А на Афоне вот это мочение, монахи, Афон. А они его ни во что ставят. Канонизированы сейчас воины Яценевские, Лука, архиепископ. Он вот это перекрещивал всех. Не перекрещивал, а крестил заново. Это не крещение, это обман сегодня делают. Что скрывают-то они это? Воины Яценевские, скажите, как крестил? Признавал это за крещение, мочение, да за деньги. Чтобы креститься правильно, надо уверовать во Христа, как своего личного спасителя. Лично своего, как Златоус говорит. Это не баптисты это слово придумали. Дальше. Троекратное полное погружение и за это не платить ни копейки. Ни копейки. Иначе это будет симония. А священник, он должен быть при деньгах, чтобы было чем семью кормить. Вы ему десятину отдавайте. От заработка десятую часть. Он достоин пропитания, если проповедует. Трудящийся достоин пропитания. Ладно, спасибо вам огромное. Слава Христу. Не спасибо надо говорить, а спаси Христос. А, спаси Христос, да. Да, спасибо. Спасибо это языческое, нам не надо. Спасибо Господи. Как у вас звать? Петр, Петр, жену Елены. Елена? Да что же она так? Это факел означает. Ну да. Факел, горящий светильник. Вот и кем Еленушка должна быть-то. Ну я помолюсь о них. О Петре и Елене. Спасибо большое. Да помилует Господь. Да воздаст милосердием своим и долготерпением нам. Вопросов больше нет? Нету, нету. Так, вы заходите. Я этот ролик поставлю, может быть, завтрак утром он будет стоять. Хорошо, спасибо вам. Наша беседа. Да, хорошо, спасибо вам. Все с Богом, Петр. Спасибо, Господи. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok